Сегодня я ехала на работу, мне позвонили, сказали, что приехали с обыском. Это во сколько было? Это так, после 7 утра, где-то 15 минут 8 было, потому что я уже в электричке ехала и попросили меня вернуться обратно домой. Я сказала, что я не могу, потому что мне надо до работы доехать и там уже отпрашиваться надо на самом деле, потому что так же не уйдешь с работы. А потом уже, когда я доехала до работы, мне позвонили и сказали, что уже забрали детей. А на каком основании? Про основание ничего не говорили. Уже я, когда приехала сюда, по факту узнала, что дядя, который с ним сидел, они его для дачи показаний забрали, а чтобы ребенок один дома не оставался, они пригласили полицейских по делам несовершеннолетних. Они забрали ее и пошли в школу, забрали старшую дочку. Прямо из школы забрали? Прямо из школы забрали. Но вам, я смотрю, вернули все-таки детей? Да, вернули. И что для этого вам пришлось сделать, чтобы их вернули? Подписать кучу бумажек и сказать, что я плохая мама. Прямо подписать, что вы плохая мама? Да. А в какой форме это было написано? У них, видимо, по установленной форме, что единственное, почему они сразу еще отдали, что пошли по соседям, и соседи, естественно, сказали, что родители не пьющие, не наркоманы, нормальная, обычная среднестатистическая российская семья. А обыск-то в связи с чем был? Вот это мы до сих пор не знаем. И даже в квартиру попасть не можем, потому что они мужа брата забрали, а ключи у него. А где сейчас муж брата? Он... Брат мужа, в смысле, да? Брат мужа, он сейчас на допросе. Вот здесь, в местном ОВД? Нет, не в местном, его приехали с Москвы, они сами не знают, где он. Забрали, сказали, в Москву. Скажите... То, что российские родители не застрахованы, как бы, от таких неприятных, скажем, сюрпризов, в кавычках, потому что все постоянно показывают Финляндию, Францию, что разобирают детей без суда, без следствия. Я поняла, что в России тоже, в принципе, такое возможно. Вы считаете, это политическое дело? Это давление? Возможно, да, потому что они ищут мужа. А где сейчас Денис? Денис сейчас в Москве. У вас есть с ним связь? Да, есть связь с мужем. И что он говорит, когда он появится? Он, как бы, вот, прислал друзей и все такое, и он говорит, что так не оставим. Для меня сейчас главное отправить детей к бабушке, чтобы они были в безопасности, потому что я уже в квартире, даже ночевать боюсь. То есть они могут вернуться в любой момент? Может и не вернуться, но у меня уже подсознательно страх отложился. Это я сейчас более-менее в настроении, а ехала сюда прям просто не знала, что будет впереди, и поэтому очень боялась. Но когда я уже их забрала и вышла с этого отделения полиции, я вздохнула. Как раз приехали мужа друзья поддержать меня сразу же. Вот сейчас повезет к подруге нашей. Ну как с вами, девчонки, как с вами обращались-то вообще? Тети, дяди? Ну, они нам давали задания, мы просили их выйти погулять, они не могли, чтобы мы выйти погулять, потому что им приходилось за нами следить, и у них были дела разные. А как они объяснили, что забирают тебя? Они просто... я не знала, что происходит, а они просто сказали, что сейчас все объяснят. Айшатки дали там поесть у нас в школе, и они все объяснили. Объяснили так, просто дядю нашего забрали, а за нами некому следить, и скоро за нами мама приедет, и все будет в порядке. А тебя прямо из школы забрали? Да, прямо из школы. То есть прямо вошли в класс во время урока и забрали? Ну... И за тобой там некому было следить в школе, да? Ну, еще пять минут оставалось до звонка. На перемене это было, да? Да. Юлия Михайловна мне сказала собирать вещи, и там я их встретила. И вот в школе за тобой некому было следить, да? Нет, если бы я пришла из школы, никого бы не было ведь. Понятно. А вот можно с тобой тоже поговорить? А с тобой как обращались тетя и дядя? Хорошо. Ну ладно, не буду тебя пытать. Наверное, все хорошо уже, да? Да. Она единственное испугалась, когда сказали, что их могут в приют забрать. А кто сказал им такое? Ну, они когда со мной общались по делам несовершеннолетних, и они когда сказали слово приют, она так испугалась, что уже начала плакать и говорит, пошли отсюда, мама. Я бы сказал, что это возмутительно. То, что я вот узнал, подъехав, когда узнал, что у моего приятеля вот такие вот давления на семью оказывают, то, что я узнал здесь уже на месте, ну, это просто возмутительно. Ребенка забрали из школы незнакомые люди без оформления документов, без достаточных полномочий. А человека, который находился здесь, брата моего приятеля, повезли для установления личности в Москву. Неужели нельзя было установить личность здесь, в местном отделе полиции? И во время этих разных следственных действий и действий органов опеки, те фразы, которые они бронили, которые хорошо врезались детям в голову, то, что их могут поместить в приют и так далее, я иначе, как давление на семью, я расценивать никак не могу. Это как связано с политикой? Я думаю, что это, безусловно, связано с политикой. И я предполагаю, что действует наш хорошо знакомый и печально центр противодействия экстремизму. И я узнаю их стиль. Они любят вот так вот запугивать, махать своими удостоверениями и обещать различные неприятности людям, которые связаны с политикой. По какому поводу сегодня, на ваш взгляд, пришли к Денису? По болотному делу, по делу по Сергею Дальцову. Это следственный комитет был, да? Я так понимаю, да, потому что брата Дениса забрали в Москву, туда, как бы на свидетельственные, на определение личности. На самом деле это давление на оппозицию, и таким образом сейчас ведется, что, к сожалению, хотели забрать детей. Соответственно, мама была в шоке. Можно понять, мать, когда на работе, и в 7 утра звонит брат Дениса и говорит, что вот так и так меня забирают в отделение, а детей отдают в приют. Представляете, дочкам по 5-7 лет, и какой шок они испытывают при этом. Брат Дениса сейчас до сих пор там находится? Нет, его уже отпустили, сняли отпечатки, насколько я знаю, переписали все данные. А он имеет отношение к оппозиции? Нет, Руслан, насколько я знаю, нет. Ну, видите, как говорится, это захватывает всех, к сожалению. И это не единичный случай, уже приходили не раз. И вот эти методы, ну, они переходят все границы уже. То, что это касается... Ладно, одно дело, это гражданская позиция Дениса, но при чем тут это семья, дети? Это уже никуда, никакие рамки не вписываются. И нужно, кажется, принимать какие-то ответные меры. Хорошо, что спасибо вам, что подъехали. Вовремя очень оперативно среагировали на нашу информацию. Я позволь им спасибо Сергею Давидесу, Саше Бачкареву, помощи Льва Пономарева, что откликнулись как бы на нашу беду и оказались рядом. Спасибо. Спасибо.